Купили, это мы взяли, это мы тоже не забыли, ну все, можно идти на кассу. Хорошо, мам, я нам тут очередь занял, подъезжай скорее. Какой ты шустрый, молодец. Ой, я тогда за вами буду. Ой, нет-нет, проходите вперед, мы вас пропускаем. Мама, в смысле пропускаем, я так-то очередь занял, мы первые. Даник, иди сюда, нужно пропустить тетю, тетя беременна, у нее там в животе малыш, и ей тяжело с ним. А, беременная, а я думала, что она просто толстая. Спасибо, малыш, тебе. Пробейте, пожалуйста, у меня яйца одни, десяток. Мама, а почему ты говоришь, что ей тяжело? Что малыш там у нее в животе делает? Ну как что, Даник, он там спит, ест, ну живет в общем, пока не родится. Мама, а как же он там живет? А что он там ест? А как он там спит? Мама, а куда он там писает и какает? Даник, 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 успокойся, слишком много вопросов. Эта дискуссия не для магазина. Все, поехали на кассу, там свободно. Мама, ну расскажи, ну расскажи, так интересно. Даник, ты чего такой недовольный с магазина пришел? Мама что-то не купила, что ты хотел? Мама от меня все скрывает и ничего мне не рассказывает. Баба, расскажи ты мне тогда, как малыш живет в животе, что он там делает, как он там спит, как он там ест и куда он писает. Ээээ, это тебе лучше у мамы узнать. Ты же у мамы в животе жил, она тебе расскажет, просто ей в магазине было некогда. Саша, а почему сразу мама, а? Мама пошла покупки разбирать, а папа сейчас посмотрит информацию в интернете и все Данику расскажет. Даша, давай я покупки разберу. Поздно, Саша. Ладно, сейчас загуглим. Так, что делает малыш в животе? Ой, Даник, подай, пожалуйста, телефон, мне кто-то звонит. Алло, да, это Александр, да, говорите. Ага, да, 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 хорошо. Да, 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 да. Ой, это надолго. Отдай мне планшет тогда, я сам посмотрю. О, а я планшет как раз ищу. Даник, а что ты там смотришь такое? Макс, мы сегодня видели беременную тетеньку в магазине, и мне стало интересно, а как, когда малыш маленький, как он там живет? Мама сказала, что он там ест, спит и, как обычный малыш живет и кушает и все остальное. А как он это делает, она мне не сказала. А мне так интересно стало, как это провести время в животе. Я там был, но ничего не помню. Ха-ха, 24 часа в животе. Ха-ха, Даник, а хочешь я тебе челлендж устрою? И ты у меня как по-настоящему побываешь в животе. Круто, Макс, я буду очень рад. Только как это сделать? Ты меня обратно в маму что-нибудь запихнешь? Нет, Даник, ты что, это невозможно. Уж вылез, так вылез. Обратно не засунешь. А вот сделать что-то подобное мы с тобой сможем. Сейчас я быстро вернусь. Даник, куда Макс так быстро улетел? Катя, а у нас сейчас челлендж будет 24 часа в беременном животе. Ого, интересненько. Посмотрю, тогда побуду здесь у вас. Как Макс это устроит? Это же невозможно просто. Так, ну вот, все, что нашел. Макс, а зачем такой большой шприц? Там малышам уколы что ли делают? Не, я передумал. Давай ты мне покажешь, как живут в животе. Да нет, Даник, я так понимаю, Макс хочет организовать тебе там систему питания. Малыш кушает через специальную, так сказать, трубочку. Ну вот наподобие вот этой. А чтобы питание тебе поступало, нужен будет шприц, чтобы по этой трубочке шла еда. Ух ты, ничего себе, космонавты едят из тюбиков, а я буду есть из трубочки. Ха-ха, Макс, а зачем это яйцо? А это уже не яйцо, это как раз будет живот. Сейчас я сделаю отверстие, и ты пойдешь туда жить. Ха-ха, ну вот, что-то похоже. Даник, можешь забираться. В ближайшие 24 часа это твоя комната считается. Ух ты, круто, мне тогда надо взять одеялко и подушечку, чтобы жить там. Хе-хе, Даник, не-не-не, никакого отделка и никаких подушечек. И обувь сними, это все-таки твоя комната, там должно быть чисто. А по идее малыши плавают там в специальной жидкости, но мы уж тебя не будем в нее помещать, поэтому так залезай, будешь воздухом дышать. Ну все, я в лес, и что мне теперь тут делать? Ну как что, что тебе мама говорила делать там малыш? Он там живет. А что делают, когда живут? Правильно, бодрствуют, кушают и спят. Сейчас можешь поспать, можешь просто посидеть. Ой, а можете подвинуть телевизор? Мне не видно, так скучно сидеть, я мультики посмотрю. Ну здравствуйте, приехал. Даник, а телевизор в животе у мамы откуда? А? Никаких мультиков, малыши там просто так сидят. Не знаю, видят они интересно что-то или нет, но у них там темнота, поэтому спокойной ночи, Даник. Ой, как скучно. И сколько же времени они так находятся в полной темноте и одиночестве? Даник, да сколько можно вопросов? Они тут находятся 9 месяцев, а потом вылезают на свет. И тогда уже и мультики, и все остальное. А пока лежи отдыхай, у тебя 24 часа в животе, а ты только залез, а уже миллион вопросов. Ну ладно, посижу тогда. 24 часа немного. Слушай, Макс, а мне интересно, вот я просто так сижу тут в животе, и это как будто мама сидит, никуда не двигается. А мне было бы интересно, а когда мама ходит, какие ощущения там? Фу, интересненько, ну качает, наверное, вот так. Только я-то тебе как это устрою? Ну, не знаю, ты можешь к этой штуке приделать лямки и потаскать меня как рюкзак. Ну зашибись, придумал челюсть на свою голову. Ну ладно, это же тоже одно из ощущений. Ну что, Макс, все готово, можно залезать уже? Ого, все, Даник, давай, запрыгивай, готов рюкзак. Ну, как тебе? Ой, трясет. Ну, а ты как хотел. Ой, шатает немного. Хе-хе, прикольно. Давай, сиди ровно. Хе-хе, я не могу, ты иди аккуратней. Ну уж извини, как хожу. Хе-хе, тут целый аттракцион в этом пузе. Хе-хе, Макс, Даник, давайте-ка я вас сфоткаю на память. Эй, Катя, даже не вздумаю фоткать, не надо. А то сейчас я себе его одену, и тогда точно нафоткаю. Хе-хе, так, Макс, не останавливайся, побежали, я хочу посмотреть, что будет, когда бегают. Все-таки я не могу упустить такой момент. Хе-хе, здорово. Дети, я вам там обед приго... Приготовила, что вы делаете такое? Эээ, мам, ты не подумай ничего плохого. Мы с Даником челлендж делаем, 24 часа в животе. Вот, показываю ему, что чувствуют малыши, когда с пузиком бегают. Хе-хе, здорово, Макс, давай еще. Хе-хе, ничего себе челлендж, все-таки добился своего, а, Даник? А как вы теперь у меня кушать пойдете? Мам, все предусмотрели. Макс, пора сделать питательную среду для малыша. Фух, да, сейчас сделаю. Все, Даник, слезай. Сейчас у тебя будет обед по расписанию. Так, одеваем трубочку. А другой конец тебе. Сейчас еда поступать будет. Подожди, подожди, Макс, а что у нас на обед? Вдруг я этого не ем? Ну, извини, Даник, малыши не выбирают, что будут есть. Что мама съела, то и получают. Так, что-то у нас. У нас тут борщ на обед. Фух, ну хотя бы борщ, я его ем. А то кто его знает, что там мама бы съела, а мне пришлось бы это вытерпеть. Горчицу, например, или еще лучше какой-нибудь хрен. Даник, что ты такое говоришь? Чего? Я у бабушки видел. Хрен, растение такое, горькое-пригорькое. Не хотел бы его съесть. Ну все, Даник, обед к тебе пришел. Борщ для вас готов. Где трубочка? Держи, сейчас будешь кушать. Интересненько. Все, пошел, 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 пошел. Ой, ням-нямка. Так, борщ, я еще не ел. Обалденно. Очень вкусно. Ну все, обед закончился. Кать, ты что, снимаешь все, что ли? Ага, прикольно потом будет посмотреть. Ну что, пошли тоже обедать. Эй, эй, вы куда? А мне что тут делать? А я, а я что тут делать буду? Эй, эй, Катя, Макс, я хочу в туалет. А как малыши ходят в туалет? Мне так никто и не сказал. Не туда же? Нет? Ай-яй-яй-яй, очень сильно хочется. Ладно, я побежал. Жизнь в животе, конечно, интересная. Но когда ты родился, становится намного интереснее. Да, ребята? Ой, Даник, Даник, ты где? Что, все, надоело уже? Катя, я какать ходил. А куда это делают малыши, которые в животе? Не в живот ведь? Даник, да нет, конечно. Они, в нашем понимании, не какают и не писают. У них происходит внутриутробный обмен пищевыми веществами. Поэтому, когда они рождаются, они только тогда начинают, как сказать, ну, по-человечески, ходить в туалет. Ну что, Даник, челлендж продолжаем? Не, Катя, я больше не хочу. Мне наружу намного интереснее. Пойдем лего собирать. А что это я не понял? А что это мы не в животе? А ну, полезай. Ты хотел все прочувствовать. А ты только побегал, попрыгал, посидел и покушал. Ну-ка давай. Самая главная часть, что они там делают, это спят. Не, Макс, спасибо за челлендж. Спать я люблю уже. На кроватке, на удобной, мягкой, с подушечкой и с одеялком. Ага, вот как. Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Гриналка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Катя, Даник, Диана, ну вы где? Долго я вас буду здесь ждать? Так, полотенце я нашла? Макс, а ждать можно и не ждать. Помоги нам собраться лучше. Полотенце я взяла. Еще нужен коврик, на котором будем отдыхать. Так, еще попить что-то и перекусить что-то. Давай, на тебе еда, короче. Ладно, договорились. Возьму стаканчик, газировку, чипсы, хлопья Кати и Дианки и сок. Вот делов-то. Кать, я все. Тебе повезло, а я нашла купальники мой и Дианки. Так, а я надула круг себе и Данику один. И что это получается? Что к бассейну мы готовы. Ну что, детишки, собрались? Планы поменялись немножко, я не смогу с вами сходить. Но раз уж я обещала вам бассейн, значит будет бассейн. Только... Только что, опять в ванной купаться. Мам, мы уже собрались в этот раз, так что отвертеться не удастся. Да нет, нет, конечно, все понимаю. Катя, ты за старшую. Особое внимание к Данику. Он совсем не умеет плавать. Дианка хоть немножко барахтается. Так, и вообще, чтобы были аккуратно. И через дорогу тоже за ручку всех. Все ясно, мам, вот сделано. Ах, да, возьмите, пожалуйста, телефон, чтобы постоянно были на связи. И чтобы телефон был на звуке. А так все. Хорошего вам дня в бассейне. Ой, Макс, у моего телефона батарейка садится. Возьми свой, пожалуйста. Телефончик, иди сюда. Вдруг скучно будет, еще и поиграй тогда. Ну что, кого ждем? Пойдемте уже, сейчас народу набежит, некуда окунуться будет. Вообще-то, Макс, мы только тебя и ждем. Возьми сумку. Э, ладно, самая тяжелая Макса. Ну ничего, телефон туда еще положу. Ну что, веселая семейка, погнали. Ну что вы так долго, мы сегодня пойдем купаться, или мы так просто посмотреть сюда пришли? Так, это сюда, это здесь. Дианка, Даник, переодевайтесь. Мы с Максом в бассейне уже. Давай на раз, два, три. Да не, подожди, нужно же позагорать сначала, погреться. Ладно, я купаться. Ой, какая прохладная, смотри, вода. Отлично, круто. Дианка, Даник, идите скорее сюда, здесь так здорово. Макс, под водой. Еще из горки съехать, вообще круто. Иду, иду, двигайся давай. Мне нужно много места, чтобы нырять. Даник, а ты ничего не забыл? Круг возьми, ты же не умеешь плавать, куда ты собрался. Макс, а ты куда смотришь? Кать, ну лажи ты за старшую, ты присматривай. Держи, Даник, я кину тебе круг в бассейн. О, давай, под горку как раз. Я в него и съеду. Класс. Даник, давай на перегонки, а? Не, не буду, не хочу. Кать, иди уже купаться, здесь без тебя скучно. Ладно, ладно. Все равно, если на перегонки, я тебя выиграю, я быстрее плаваю. Как же тут здорово, а? Я бы здесь жил, в этом бассейне. А я такое видела. По-моему, у этого, у А4. Там 24 часа в бассейне челлендж. Кто последний выйдет, тот и выиграл. О, супер. А давайте тоже такое устроим. Кто последний вышел из бассейна, тот выиграл. А приз? Все карманные деньги. Все карманные деньги? Ладно. Ну что, погнали? Макс, да мы больше двух часов здесь не просидим в этом бассейне. Ты что, какие 24 часа? А, одна уже струсила, да? Я участвую. Да ладно, ладно, только чтобы тебе доказать, что это невозможно. Все, челлендж начался. Фух, у меня ручки и ножки уже как у бабки старые сморщились. Может мне выйти, а? Да и попить что-то хочется от этой бассейной хлорки. Выходи, выходи, Дианка, первая проигравшая. А вот и фиг, я дотянусь до газировочки. Ой, или лучше соку попью. Эй, подержите кто-нибудь меня, я и вам попить дам. Ладно, давай, это не считается выходом из бассейна, если мы с тобой отсюда не выпадем оба. Доставай сок и газировку. Ага, сейчас. Круто, как хорошо, что сумку, Катя, ты здесь рядом поставила. Да у нас теперь тут все есть, что надо. Лейте мне тоже стаканчик сока. Сейчас, Катя. А я так напалывался, что проголодался. Доставьте мне что-нибудь покушать, ребят. Сейчас, Даник, тут чипсы с краю. Держи, кушай. Спасибо. И мне оставь. Ладно, ладно. Ого, шесть часов уже? А где там мои купальщики-то? Давайте, давайте, берите трубку. Ой, кто-то звонит. О, мама звонит. Лео, мам, мы в бассейне. Как, что делаем, купаемся. Ну, вечер. Ну, мы еще не накупались, мам. У нас тут челлендж. Так, мам, ну чего? Да еще немного. Давай. Что там, Макс? Мама домой зайдет. А? Ой, ловите телефон, телефон, ловите. Ой, Кать, зачем ты меня отвлекла? Телефончик мой, телефончик, иди сюда. Надо его срочно высушить. Давай, лежи, телефончик на солнце. Я надеюсь, он будет работать. А то мама мне такого даст. Эх, мама домой зовет. Не будет, походу, у нас челленджа 24 часа. Она разрешила еще немножко, только вот не знает сколько. Ну, сидим тогда. Никто не хочет вылезти из бассейна и проиграть? Не знаю, ребят, я бы уже вышел. Типсы, я почти все съел. Сок я выпил. Мои ножки и ручки превратились в какие-то сморщенные штучки. И вообще, я домой хочу. Кошать. Тем более, я ничего не проиграю, потому что карманных денег мне мама еще не дает. Хе-хе-хе. Эй, а кто меня домой проводит? Даник. Ну, как так? Катя, Макс, ну что, идем домой? Как же челлендж? Ну и сидите со своим челленджем. Мы с Даником пойдем домой. О, двое уже выбыло. Кать, может ты тоже домой пойдешь? И я сразу выиграл. Ага, сейчас. Чтобы отдать тебе все свои карманные деньги? Ни за что. Ладно, сидим тогда. Сейчас, Даник, переоденемся и пойдем домой. Ой, уже вечерин. Катя, Макс, может передумаете? Не-не-не-не, ни за что. Мам, мы пришли и очень кушать хотим. Так накупались, только сил потеряли. Я бы сейчас не знаю кого, целого, целого барана съела. О, пришли, а я как раз вам звоню. А почему у Макса телефон выключен? Не знаю, мам. Макс и Катя там остались. Эй, это, наверное, из-за того, что Макс телефон в воду уронил. Еще не высох, значит. Чего, 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 чего? А они что, не пришли с вами? Как телефон уронил? Да что такое? Девять часов уже. Мама, они там челлендж устроили. Кто последний выйдет из бассейна, тот победил. Вот и сидят, как двери глуши там. Ладно, подожду еще один час до десяти и пойду к бассейну сама. Но если я туда приду, ох, ими не поздоровится. Пойдемте, я вас ужином накормлю. О, темнеет уже. Ни разу не был в бассейне ночью. А, темновато что-то. Макс, может пофит на этот челлендж? Давай вместе выйдем и нет проигравших? Ага, сейчас, если мы вместе выйдем, нет победивших и все проигравшие. Нет, ты хочешь, так выходи, а я еще посижу. Ладно, ладно, я еще покупаюсь. Вот блин, я думал вылезет. Так, 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 так. Ну и что здесь происходит? А? Время одиннадцатый час ночи. А они купаются в бассейне. Никогошеньки нет, а они купаются. А? А ну-ка быстро вылезли оба. Я вам дома дам, я вам дома так дам. Отправила. По-хорошему, покупайтесь, сходите. Они и тут себе приключений на попу нашли. Макс, я сказала, вылезай, Катя тоже быстро. Мам, извини, но у нас челлендж, я не вылезу. Макс, мама уже пришла. Ты что, хочешь, чтобы она нас отсюда достала, что ли? Давай вместе выходить. Я не выйду. Что это такое-то, а? Вы уже совсем маму не слушаете? Мне что, в бассейн залезать? Вас за руки выводить? Катя, Макс, ну, пойдемте домой, ночь уже. Макс, пойдем, говорю. Ну все, досиделись вы у меня. Первая, вторая, быстро вылезаем. Да, заставили маму в бассейн залезть, а? Ой, какая холодная вода, да вы заболеете у меня завтра. О, завтра. Мам, а можно завтра в бассейн? Ага, сейчас. Ну, мам, нам челлендж доиграть надо. Ты его, этот, насильно остановила. А мы бы еще не вылезли. Так и не поняли, кто из нас дольше просидеть смог в нем? Я или Катя? Ничего, ничего, завтра у вас будет новый челлендж. Кто быстрее и чище дом приберет. Ну, пойдемте, ребята, ну вы с этими челленджами с ума сошли. Кто же ночью в бассейне остается? Это вообще-то опасно. Посмотри, какая темнота уже. Пойдемте скорее домой. А в бассейн теперь будете ходить со мной. Ну, ничего, этот челлендж мы когда-нибудь дозакончим. И узнаем, кто из нас последний выйдет из бассейна. Я или Катя? Кто из нас сильней? А, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка. И смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Катя, тебе что попалось? Мне какой-то банан. Ха-ха, не повезло. А мне, смотри, какая какашка. Ну, Макс, наоборот, не повезло. Я хотя бы с этим приколочем могу куда-нибудь сходить. А вот ты не знаю. Почему? Ну, как-то будет некрасиво нацепить на себя это и везде ходить. Могут что-нибудь не то подумать. Да в смысле? Эх, неправда, выглядит достаточно неприятно. Ладно, что-то в животе урчит. Пойду посмотрю, что там на завтрак приготовила мама. Мам, я очень голодный. Уже можно что-нибудь покушать? Да, Макс, конечно. Вот творожок на завтрак. Сколько тебе положить? Одной поварешечке хватит? Держи. Творожок. Не, мам, дети это не едят. Дети это не хотят. Фу, а есть что-нибудь сладенькое? Макс, на сладеньком далеко не уедешь, если только в больницу. Ешь творожок, а потом сделаешь бутерброд с нутеллой. Творог, просто обожаю. Макс, если не будешь, дай мне. Да, конечно, Катя, забирай, ешь, ешь. Я все равно не буду это угадать. Фу, творог еще есть. Ах, нутеллочка. Ммм, обожаю. Где моя большая ложка? Нем-нем-нем-ка, иди сюда. Мама, а Макс нутеллу ложкой ест. Максим, намажь нутеллу на хлеб. Мам, ну так невкусно. Ложкой намного вкуснее. Ах так? Ну хорошо. Давай тогда посмотрим, сладкоежка. Выдержишь ли ты мой новый челлендж? 24 часа ты будешь есть только сладости. И ничего, кроме сладостей. 24 часа только сладости? Мама, это не челлендж, это моя мечта. Так, теперь я могу съесть в два раза больше нутеллы. Ну не знаю, Макс, целый день есть только сладости. Такое себе удовольствие. Ну что ж, посмотрим, как ты его выдержишь. Нашли тоже мне чем Макса напугать. Ха-ха, это самый простой, самый вкусный, самый крутой челлендж, который я только знаю. Ммм, обожаю. Вкуснятина. Ой. Пожалуй, хватит. Мне кажется, нужно чем-то это запить. Очень сладкое. Так, на обед будет рассольник. Очень вкусный суп вчера готовила. Осталось только подогреть. Вода, я готов пить даже из-под крана. Мам, дай, пожалуйста, чашечку. Макс, ты что, какая вода? У тебя только сладости. Мам, ну водички-то можно попить. Я Наталлой объелся, она такая сладкая. Тогда сдавайся, Макс. Челлендж ты не выполнил. И поэтому месяц без сладкого. Чего? Еще как выполню. Ладно, пойду козировки возьму, попью. Ха-ха. Ну вот, моя лимоновая козировочка. Макс, ты бы умылся хоть. Не-не, мам, без воды так без воды. Полностью. Фу, все. Целую бутылку выпил, по-моему, вообще не напился. Во рту еще слаще стало от газировки. Ничего, Макс не сдается. Даня, Катя, Дианка, идите обедать. Суп-рассольник у нас сегодня. Ух ты, круто, я обожаю рассольник. Там такие вкусные макарошки в нем. Сам ты макарошки, это перловка. Я тоже люблю рассольник. Мне там нравится сам бульон, который получается, когда добавляют соленые огурчики. Ммм, обожаю. Сейчас идем, мам. Макс, на обед. Ну как у тебя дела? Живот не болит еще? Живот? Не, а с чего он должен болеть-то, мам? Все в порядке. Что там у нас на обед? У нас вкусный суп-рассольник. А у тебя на выбор арахисовая паста или конфета. Можешь все вместе съесть, без разницы. Ого, мам, а что это у Макса за праздник такой? Нам суп, а ему пасту с конфетами. А это просто кто-то завтракать не хотел. Вы с Даником уже поели и ушли. А он сказал, не будет творог, фу-фу-фу. И будет только нутеллу. И стал есть ее ложками. Вот мама и придумала ему челлендж. 24 часа одни сладости. Не завидуй, Дианка. Это невкусно, я тебе говорю. Ну не знаю, не знаю. Нутелла, арахисовая паста и конфеты, это очень вкусно. Можно мне тоже такой челлендж, мама? Дианка, давай сначала посмотрим, чем закончится челлендж Макса. О, так я могу прямо эту пятку варахисовую пасту и облизывать. Ммм, спасибо, мам, отличный обед. Фу, Макс, это же невкусно. То ли дело суп. Как папа говорит, раз в сутки суп обязательно должен быть в желудке. Завидуйте молча. Ха-ха, обожаю этот день. Ммм, вкуснятина. Интересно, а что будет, если эту лапу еще в эти хлопающие кристаллы засунуть? Это вообще, наверное, будет объедение. Нужно попробовать. Ммм, когда же я ее уже съел? Какая вкусная. Так, что там у нас на серии мультика? Ха-ха, сейчас посмотрим. О, а эти хлопающие кристаллы можно и так просто съесть. Например, на руку намазать. Да, что-то я совсем чумазый. Эх, обещал маме без воды. Значит, без воды. Терпи, Макс, терпи. Эх, так пить хочется. Вы себе не представляете просто. Газировки уже неохота. Что можно еще такого выпить? А, сок, он же тоже сладкий. Может соком напьюсь хотя бы? А может все-таки воды? Типа я умываюсь? А, нет, тогда мама увидит, что я уже не чумазый. И подумает, что я мог и воды попить из-под крана. Не, я выдержу этот челлендж. Мам, а у нас что, сок остался только персиковый что ли? Ну да, Макс. А что, слишком сладкий что ли? Эх, да не, все хорошо. Просто я хотел яблочный. А, он такой сладкий. Я им точно не напьюсь. Ну что делать? Надо пробовать. Иди сюда, добрый. Я продержусь. О, кажется я объелся сладкого. Больше ничего не хочу. У меня почему-то совсем нет сил. Неохота ни в компьютер поиграть, ни в планшете видосики посмотреть. Ничего, неохота. Может мне поспать немного? О, Макс. Я тут иду ужин готовить. На тебя готовить или нет? Макс, ты себя плохо чувствуешь? Живот болит? А? Не, мам, все хорошо. Просто прилег отдохнуть. Оказалось, что кушать сладости, это не так-то и просто. Вот я и подустала немножко. Нужно это переварить, чтобы на ужин новую порцию сладостей туда положить. Что у меня на ужин будет? Да? Ну ладно. На ужин у тебя будет сладкая молочная шоколадка. И баночка Кока-Колу, я думаю. Сладкая молочная шоколадка и баночка Кока-Колы. Что-то я не вижу радости в твоих глазах. Макс? Не-не, мам, я очень рад, очень рад. Сейчас приду ужинать. Так, еще тарелочка, ложечка. Ну, все, готово. Мам, я посуду помыла. Молодец, Катя. Я как раз иду готовить ужин. Мам, а здесь лежит шоколадка. Можно я возьму кусочек? Катя, нет, это Максу на ужин. Мам, ну я немножко же. Нет, Катя, если ты откусишь или отломишь себе кусочек, я боюсь, что Максу не хватит шоколада понять. Что есть одни сладости целый день, это плохо. А, ну ладно, мам, хорошо. Кстати, что у нас на ужин? На ужин будут овощи тушеные и котлетка мясная. О, круто, позовешь тогда. Ну вот, котлетки и овощи готовы. Осталось разложить по тарелкам. Дети, идите ужинать. Не, больше не могу ходить как свин. Тем более, эта арахисопаста и нутелла постоянно в нос так пахнет вкусно. А есть я ее уже не могу. Маме скажу, что облизнулся. Катя, Дианка, кушайте. Сейчас Данику положу. Так, что там у меня вкусненького на ужин? О, шоколадочка молочная моя любимая. Макс, а что ты такой чистенький? Все-таки решил умыться? Не, не, мам, я просто такой голодный был, что облизнулся. Я все-все вылезу. Так, сладостей хочется. Вот, теперь шоколадку есть буду. 24 часа сладости, это так круто. Хм, ну-ну. Да, мам, по-моему, зря ты этот челлендж устроила. Ему только за радость. Целыми днями кушать одни сладости. Ладно, ладно, Кать. Еще 24 часа не прошло. Посмотрим, что дальше будет. Ой, я не могу спать. У меня живот болит. Я хочу какой-нибудь еды, хотя бы хлебушка, кусочек. Или котлетку туда положить, чтобы разбавить. Ай, это все сладкое в моем желудке. Он может маме сказать, вдруг что-то серьезное. Ай, как болит. Нет, Макс, ты выдержишь. Это просто очень много сладкого. Кстати, наверное, все уже легли спать. Я могу спокойно подойти к холодильнику, тихонечко что-нибудь съесть. И воды, и воды попить. О, никого. Красота. Так, что-то у нас есть в холодильнике. Котлетки, овощи. Идите-ка сюда. Макс, тебе посолить, поперчить. А? Э, мама? Я это, я за... За... За Несквиком. Он же тоже сладкий. Можно его? Он принимает участие в челлендже? Несквик? Не особо. В небольших количествах это даже очень полезный завтрак. Поэтому вон там, внизу на полке конфеты возьми и иди. Эээ, конфеты. О, котлеты. Конфеты. Котлеты. Мам, ты выиграла. Не могу я больше сладостей есть. У меня живот болит. Все-таки живот болит. А я тебе что говорила? Не может человек питаться одними сладостями. Ну не может. Ему нужно большое количество нормальной еды. А сладости чуть-чуть только. Ну что, я победила? Да, мам, ты выиграла. Только можешь никому не говорить. А я на завтрак творога поем. Честно-честно. А еще можешь брокколи сварить. Я ее тоже съем. Я сейчас съем все что угодно из нормальной еды. А сейчас котлетки и овощи. Ладно, по рукам. Сладкоежка. Ешь давай. Пей много воды. Если будет болеть живот еще, приходи за таблеткой. И обязательно почисти зубы после целого дня сладостей. Вот так, ребята. Не выдержал Макс мой очередной челлендж. Еще бы. Целый день есть только сладости. Надо же было такое придумать. А? Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал Дариналка ТВ. И смотрите новые самые интересные серии. Пока-пока. Шоколадки что ли съесть? А? Нет, я же на диете. На наш сладости тоже запрещены. Субтитры сделал DimaTorzok